Птичьего полета Как несанкционированное место для купания Как несанкционированное место для складирования всевозможного скарба в ржавых контейнерах Как в конце концов несанкционированная свалка Откуда каждое лето волонтеры выносят центнерами мусор Но потенциал территории огромен Река, природная зелень, близость от города Жилые микрорайоны в считанных метрах Кроме того, ни в одном из ближайших, 6-7-11-м Нет ни парка, ни сквера, ни другой площадки для активного семейного отдыха Детские игровые комплексы не в счет И каждый год в соцсетях активное обсуждение Быть ли пляжу, быть ли набережной Я считаю, что всех сбивает слово пляж в первую очередь Потому что нужно говорить не о пляже скорее, а о зоне отдыха Которая бы работала не только в летнее, но и в зимнее время Которого у нас как бы больше всего И я вообще была активным сторонником того, чтобы такая зона появилась Я участвовала во всех этапах этого конкурса И моя основная была позиция, что, конечно, нужно рассчитывать больше всего на зимнее время И должны быть площадки для того, чтобы прийти в зимнее время и отдохнуть Это и, конечно, теплое кафе какое-то Какие-то места, куда можно прийти позаниматься зимними видами спорта Там, не знаю, лыжные дорожки Вот мы говорили о зоне дрифта Ну, пусть это, может быть, и обсуждается Но это нужно городу, потому что зимой нужно выходить на улицу, что-то делать, развлекаться И в городе не хватает порой развлечений И нужно создавать для этого новые места Вы будете смеяться, но действительно у людей пляж пользуется спросом Но чаще всего это все спонтанно где-нибудь Это все небезопасно, естественно Потому что северные реки, они даже в нашей затоке, они опасны Но если мы это сделаем, совместим и отдых, как зону отдыха И круглогодично будем использовать И с зоной пляжа Это будет очень востребовано Ноябрь 2019 года Глава Губкинского Андрей Гаранин принимает решение об объявлении конкурса На создание лучшего проекта Зимнего пляжа и набережной К участию приглашены все желающие Дорожки, это естественно, потому что проходить там просто невозможно Обязательное озеленение какое-то Обязательно дорожки пешеходные Ну и парковка для машин обязательно Красивых девушек в первую очередь И красивый пляж Итого 9 проектов Каждый по-своему интересен, но жюри отбирает лучшие С пояснительными записками и конкретными предложениями И снова клич горожанам Голосуем на платформе «Живем на севере» Победитель определен по итогам народного голосования Но проект пока еще Расула Алиева, а не народный И теперь общегородской мозговой штурм Набережная должна быть зоной притяжения Комфортным местом отдыха для всех и каждого В любое время года Пляж должен быть организован не только, чтобы летом можно было покупать, поиграть Но и зимой Такие места, чтобы молодежь, старики могли прийти Спокойно где-то в тепле, не знаю, посидеть На самом деле у нас нет сейчас открытого пространства Куда могли бы прийти достаточно большое количество горожан С такими разными видами проведения досуга Поэтому я считаю, что, конечно же, нужно Когда люди могут прийти заодно пожарить шашлыки Отдохнуть, покататься на снегоходах Поиграть в пинтбол И сделать это в любое время года Главной особенностью проекта, на мой взгляд, является Идея зонирования территории Предусмотрена зона для людей, предпочитающих активный отдых И зона для тех, кто хочет просто спокойно провести время В кругу семьи с детьми Каким будет городской зимний пляж, решили сами губкинцы Их пожелания и мечты переданы автору эскизного проекта Он внес корректировки И теперь время для активных действий профессиональных проектировщиков и строителей Для жителей города это уже народный проект Для жемчужины Ямала, как часто называют губкинские в статьях и в фильмах Красивое обрамление с левой стороны реки Пякупур Зимний пляж. Народный проект. Воплощаем мечты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok